Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Хейтеры любят меня называть рекламщиков, конвертеров и передельщиков, но что поделать, друзья, приходится мне показывать не только авторские работы, которые, к сожалению, в FF22 немного. Поэтому, чтобы у вас была возможность получить как больше разнообразной интересной техники на своих фермах, показываю я периодически и конверты, и переделки, если они довольно-таки любопытные и полезные, как в случае вот с этой данной переделкой. Здесь мы имеем, друзья, дело с симбиозом сразу трех модификаций, а именно двух КАМАЗов Недорожного и Бортовика от Миши Кошелева, он же Ковш, а также модулей от известного всем Урал Пака. Автором оригинальной версии является Оксарин, и на доработкой работал этого самого Пака Керл. В общем, богатый Пак Ураловский, который весьма неплохо прижился в симбиозе с КАМАЗом, который выполнил Руслан Тхоров, он же Айболит, из проекта Тригада МОДС. Ну и сейчас, друзья, разумеется, на все это посмотрим и в магазине, ну и что-то покатаем, конечно же, в полях. Надо сказать, что все то, что вы сейчас будете смотреть, ребята, на своих экранах, я вам так или иначе в разных модах показывал. От Миши Кошелева, это вот, пожалуйста, Бортовик с разными вариациями кузова. Двигателей в данном случае у него всего лишь два на 240 и на 260 лошади. Максимальная скорость у КАМАЗов, у всех Мишиных, они, в принципе, одна и та же, 90 км в час. Есть три вариации колес. Это не только внедорожная резина, но вот, пожалуйста, и евро плюс колпак, например. И также девять вариаций кабины, с которыми меняется как высота кабины, так и ее внешний дизайн, например, радиаторные решетки, освещение и, например, бампера. Ну и, разумеется, все это добро можно красить кабину и кузов. И, например, обода, к слову, высветить можно также, если вам нравятся беленькие такие новенькие выкрашенные обода. Вот такой вот, собственно, Бортовик он и остался с своим набором конфигураций. Также идут вот тот самый, всем хорошо знакомый КАМАЗ-тягач внедорожный, который долгое время очень выручал игроков, потому что очень долго в ФСе не было именно КАМАЗа-сидельника. И вот этот внедорожный КАМАЗ от Мишки очень сильно выручал. Вот у него есть как раз-таки вариация с третьим двигателем на 280 лошадок. Опять же, те же самые вариации дизайна, но кроме, разумеется, истории с еще вот строкой дизайна, где у нас выбирается гидрофикация, спальник, опасный груз, ну или никбаритный груз. Ну и вот модульный, собственно, КАМАЗ на его основе, у которого те же самые двигатели, но вот у него, видите, уже такая модульная основа как раз-таки под модули от Урала. Также у нас есть, друзья, в этом паке КАМАЗ, который позволит нам заправлять сейлки удобрениями и, разумеется, семенами. Здесь у нас объем хорошенький, на 30 тысяч литров, очень хороший объем, действительно позволяет очень хорошо и плотно обслуживать большое количество высевающих аппаратов в полях. Ну и, конечно же, куда уж без тягача манипулятора. Здесь у нас присутствует кран, который позволит нам поднимать, например, те же самые мешки, так что можно их таскать за собой в прицепе. Ну и, конечно же, остались и другие конфигурации от КАМАЗа внедорожного. Это, собственно, вы увидели сейчас КАМАЗ цистерны. Также есть вот эта платформа Одесс, как вариации трейлера, подцепучие грузы, так и лесовоза. Ну и, разумеется, платформы под различные всякие мешки и поддоны, в зависимости от того, где вам удобно, собственно, это добро возить. Это, опять же, свой набор конфигурации, дизайн, номера. Также вот, опять же, идут прицепная бочка цистерна из КАМАЗа внедорожного. И оттуда же вот такая вот в вариации полуприцепа на 15 тысяч литров. Также цистерна. Ну и мы сейчас продолжим, друзья, движение дальше. К тому, к чему, собственно, все это и велось. Ну, вот прицеп от бортовика. И вот они, пожалуйста, модули от Урала. Это, разумеется, всем хорошо известные пылевые устройства МВУХа. Для разбрасывания удобрений извести. Это PRT-10 под, разумеется, навоз, пожалуйста, 13 кубометров загрузки, 17 метров рабочую ширину. Ну и рабочая скорость, конечно, шикарная, 20 км в час. Опрыскиватель на 28 метров рабочей ширины, 25 км в час рабочей скорости. Ну и объем хороший на 5,5 тысяч литров. Также, разумеется, навозная цистерна на 20 кубов и 22 метра рабочей ширины. Все это добро, как известно, и, как вы видите, можно покрасить. Ну и с того же Урал Пака перекочевали два таких полуприцепа, как вот эта вот универсальная цистерна, не фазовская, которую можно перевозить и молоко, и другие жидкости объемом на 25 кубометров. И вот такой полуприцеп ZAP, который можно раскачать на 40 кубометров. Чем он примечательный? Он двухфикционный, очень симпатично смотрится. Ну и с Камазом также органично он выглядит не то, чтобы с Уралом, он прям в доску родной. Ну и Камазу он действительно, ребят, подходите, сейчас все сами увидите в плане модулей. И то, что касается трейлеров, какого-то когнитивного диссонанса действительно не вызывает этот симбиоз. Что касается и Камазов, и модулей, и прицепов, тут они сохранили свои качества именно от оригинальных авторов. Поэтому лишний раз, друзья, останавливаться на этом я не буду. Вы прекрасно слышите, как звучит Камаз, а тут и звучание от каждого движка Миша сделал. Что касается и моделей износа, и загрязнения, анимаций, вы все сами прекрасно видите. И, наверное, разумеется, это пощелкаю, чтобы лишний раз наполнить. Но то, что касается и модулей износа, и загрязнения, мы также смотрели это все на разных модах. Что же касается в целом вот этой работы Камаз, которая выполнена в модульном исполнении, то Руслан ее выполнял с разрешениями Миши Кошелева. То есть он брал этот Камаз и в дальнейшем добавлял вот эти самые модули, ну и давал Мише на все это посмотреть. Рождалась эта идея не просто так. Так, Рус в свое время попробовал сделать модульную версию, разумеется, куда более близко к нему грузовика. Он все-таки из Белоруссии, Руслан. И он делал все это на базе МАЗа, который в дальнейшем потом был. Сыть благополучного фидоста, вы можете сами его покатать. Там куча всевозможных модулей. Но, вы знаете, вот лощеный Камаз, который был взят за основу, а там модификация от проекта Типмод, все-таки он не так смотрелся на поле так, как это может сделать, например, тот же Камаз. А Урал, например, слишком, ну, брутален со своими модулями для полей. Вот прям такая машина, она несколько для других работ, знаете, в карьере на него надо смотреть, на каком-то жестком предприятии все-таки. Ну, действительно, очень такая машина специфичная. И, в общем-то, я просил, не только я просил, чтобы Руслан сделал именно модульный Камаз, такую вот переделку. И, в конце концов, Руслан это сделал. Получилось все довольно-таки симпатично. Да, можно сколько угодно спорить и говорить на том, ой, зачем испортили мод и так далее. Но Миша, например, с удовольствием на все это посмотрел. Все-таки Руслан все это делал по фану, было интересно посмотреть, как это получится. Это действительно получилось очень и очень неплохо и очень здорово смотреть. Все-таки Камаз в поле, на мой взгляд, намного симпатичнее, чем тот же Урал. Хотя к Уралу вообще претензий нет. Он прекрасен. Я его очень много и долго катал. Он меня очень сильно выручал. Некоторые авторы, например, ну, очень не любят, когда их просят сделать модульный грузовик. Из его какого-то вот определенного мода не будут называть конкретных авторов. Ну, я знаком с этой мыслью, в том числе и от самих авторов. Ну, вот Миша посчитал, что почему бы и нет, чтобы Руслан сделал такую вот историю. И вот Камаз, он действительно в полях органичен. Вот та же МВУшка, мы так или иначе от Камаза с подобными устройствами можем видеть у коммунальных служб, которые зимой посыпают песочком улицы. Но до полного счастья, наверное, отвала не хватает. Но, зная Руслан, он вполне себе может в этот пак и отвал добавить. Не более, что к МАЗу он его прикручивал. Получилось, ну, весьма и весьма симпатично. И, например, вот навозная цистерна, которую я сейчас возьму, например, на моем предприятии коммунальном, которое работает с тепловыми сетями, вот там полный порядок таких бочек откачивающих хватает. Они и лососками их называют, потому что они не только откачивают, например, воду из-за коммуникации а-ля водопровод, тепловые сети, то, что заливает трубы. Ну, и могут поднимать всевозможные взвеси земли, например, тот же самый грунт и все, что может попадать в коммуникации. Вот таким образом очищать их от этого. И, в общем-то, с этой бочкой Кумашевской смотрится КАМАЗ действительно очень органично. Я же говорю, такой, например, КАМАЗ, подобный не один, есть и на предприятии, где я работаю. Поэтому для меня это близко знакомо, понятно. И те, кто говорят, что это неорганично, нет, ребята, это очень даже органично. И это ежедневно вижу своими глазами. Поэтому с этой Кумашевской бочкой, он просто как родной КАМАЗ, действительно здорово смотрится. Но, опять же, надо понимать, с одной стороны, здоровское исполнение этих модулей, с другой стороны, это качество КАМАЗов от Миши. И все это одно на другое в симбиозе дало действительно весьма неплохую работу. Да, тут, конечно, можно придираться, что, вот смотрите, каких-то нет креплений, не видно вот этих самых модулей. На той же, например, бочке с основой, с рамы этого КАМАЗа, вот нет чего-то такого. Но, друзья, разумеется, чего-то не хватает. На тех же Уралах также у модулей этих самых креплений не видать. Так же, как, например, и у модульного ЗИЛа, который, опять же, выполнен с теми самыми модулями, только в уменьшенном размере. Так, и докапываться можно до всего. Но главное, что это все работает, действительно позволяет давать на ферме результат. Поэтому, кто ждал именно модульный КАМАЗ, ребятки, пожалуйста, пользуйтесь. Ссылочка на скачивание этого самого пака в описании к видео. Это все рабочее, так же, как вот этот заправщик ЗИЛа, который спокойно загружается и в дальнейшем заправляет ЗИЛа уже мною испробовано в хозяйстве. Активно используется уже КАМАЗ. Как я уже сказал, я очень много ранее катал Урал за счет его эффективности. Он, конечно же, очень сильно выручал. Лично мне нравятся именно модульные грузовики, потому что это удобно. Это когда по чесноку играешь на ферме, позволяет и денежку экономить, чтобы не покупать кучу всевозможных прицепов к тракторам, которые зачастую дороговато. Проще, конечно же, иметь модульный грузовик. Тем более, я, например, люблю КАМАЗы, не скрываю этой любви. И вот для меня действительно Мишин и Паки теперь обрели новую жизнь с модулями от Аксари и Керла. В исполнении от Руслана все получилось весьма и весьма симпатично. Я повторюсь, да, можно сколько угодно докапывать, что что-то может внешне выглядеть не так в плане соединения с модулями. Но главное, что это все рабочее. Это действительно доставляет удовольствие. Поэтому КАМАЗисты, прошу любить и жаловать, используйте в своих фермах. Действительно все рабочее, как надо отрабатывает. Поэтому теперь на КАМАЗ можно посмотреть несколько по-иному. Это теперь не только большегруз для какой-то разнообразной логистики, перевозки разнообразных грузов. Ну а теперь это еще, друзья, рабочая машинка в полях, которая так же, как, например, ранее Урал от Аксари и Керла. Или тот же ЗИЛ позволял, вот теперь может позволять нам выполнять вот такие работы, как внесение извести, удобрений. Ну и также, разумеется, опрыскивание болей, чтобы уничтожать всевозможные сорняки. В общем, полезный получился парк. Но опять же, повторюсь, друзья, сами выставляйте оценку этой работе. Нравится вам, не нравится. На мой взгляд, очень штука полезная. Лично я этот пак забрал к себе и сейчас активно его юзаю на своих фермах. Действительно, ждал я модульный КАМАЗ. Но у меня, собственно говоря, друзья, на этом все. Все, что хотел, я вам показал и рассказал. Ну и опять же напомню, что ссылочка на скачивание этого модпака в описании к этому видео. Ну и я же, как и всегда, в конце своих обзоров, разумеется, желаю вам и вашим близким здоровья, всего самого, конечно же, наилучшего, мирного, всем нам чистого неба над головами. Будет скучно, заглядывайте в группу канала Просто Симулятор ВК, там всякого много разного интересного найдете. А также заглядывайте в группу проекта Волга ФС, собственно, это группа, где работает Миша Кошелев. Ну и заглядывайте в группу Бригада МОЦК, где, собственно, творит Руслан Тхоров. Но я же надолго, конечно же, не прощаюсь, разумеется, совсем скоро уже услышимся и увидимся на канале Просто Симулятор. Пока-пока, друзья!